Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И в этом видео я хочу рассказать и показать вам свои покупки, которые были совершены еще пока в июне месяце. Это будут покупки косметики и одежды. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну я с того, что немножко совсем я приобрела два средства по уходу. И их я вам сейчас как раз и покажу. Первое, это мне нужен был дезодорант. У меня не очень нравится запах моего дезодоранта, который у меня есть от Avon. И я решила себе приобрести как на смену, чередовать что-то два дезодоранта. И долго мы с продавцом выбирали, ходили по магазину. В общем, остановили свой выбор на малопахнущем дезодоранте. То есть слабый аромат, но он есть. И он нежный, приятный. Вот такой вот дезодорант от Bourjois в белой упаковке. Это идет он шариковый минеральный дезодорант антиперспирант. Плюс красота с алунитом и разглаживающим перламутром. Вот так вот выглядит упаковка. Вот такая штучка здесь интересная. Как шарик такой. Там было очень много видов. И все они были с запахом, с резкими ароматами. Мне продавец посоветовал, говорит, если вам не нравится, не хотите, что перебивало запах парфюма, она посоветовала мне вот этот дезодорант. Также там еще были от Горнии неплохие, но я выбрала этот от Bourjois. Я уже пробовала его три дня. И какое-то мнение о нем сформировалось. Если у вас не сильное подделение, допустим, прохладная погода, то, в принципе, с этим дезодорантом, я думаю, вы можете ходить спокойно целый день. Ну, естественно, нанося его на, ну, как обычную кожу, да, чистую, и, подержав немного подмышки, то есть, допустим, минут пять, он быстренько впитается, довольно быстро впитывается, и потом одевать одежду, тогда белых следов не будет. Но если же, допустим, жаркая погода, то он продержится его эффект часа, наверное, три-четыре, а может быть и до того, как у вас пойдет более обильное подделение, то есть в жару, наверное, лучше не пользоваться вообще шариковыми дезодорантами, пользоваться спреем. Ну, вот, на прохладную погоду, на осень, на зиму, я думаю, очень хороший вариант. Аромат мне понравился, именно мне, меня выгорел этот аромат, он нежный, приятный, женственный, он легкий, и он такой, то есть, не буду точно перебивать аромат парфюма, как мы и хотели, в общем, мне этот дезодорант понравился, могу его подсоветовать. Он идет как шариковый, по-моему, еще не показывала. Здесь 50 миллилитров, сделано во Франции, и до 15-го года, он у меня годен, до января. Ну, успею, наверное, потратить, тут еще полгода будет, за полгода, надеюсь, потратить его. Так, следующее, что я купила, это уже повторный мой продукт, это я купила в магазине iLike. Также я там приобрела, у меня вот мой такой бальзамчик для губ, и приобрела себе второй. Хорошо разглаживает губы, приятный, нормально ложится на него помада или блеск. Вот такой вот носик. Аромат очень приятный, и по действию неплохо питает и увлажняет. У меня в этом бальзамчике, в моем, где-то половина. Объем здесь 10 миллилитров, марка Himalaya Herbals, или Himalaya Herbals. Вот, сам он вот такой вот, наверное, не будет видно. В общем, он не липкий такой, он приятный, немножко вазелинистый, то есть, именно как хорошо увлажняет. Мне этот бальзам очень нравится, я его использую чаще всего на ночь. Могу его посоветовать, стоил он вайлайке на кассе уже 55 рублей. Тот предыдущий покупал, вернее, вот этот вот, это новый покупал его за 55 до этого. Вот это тоже что-то в районе 50 рублей стоил. В общем, бюджетно, и очень мне он нравится. Разберу второй раз. И следующие же покупки будут лаков для ногтей. Их у меня было первичное количество, потому что была акция в магазине Modis. Там продаются на кассе лаки Жанну и Шель. У меня мама купила 6 лаков, мне рассказала, показала. Я решила тоже себе приобрести 3 штучки. Потому что там идет 3 лака по цене 2 лаков. А цена одного 19 рублей, умножаем на 2, это будет 38. А если 38 разделить на 3 штуки, получается 12-13 рублей стоит 1 лак. Это очень дешево. Лаки, в принципе, там интересные есть цвета. Можно посмотреть, если там какие-то легкие, такие летние. Да и такие вот они есть интересные. Вообще, выбрала себе 3 штучки. Начну вот с такого оттенка. Воспользовалась двумя пока. Держатся они в районе 2-3 дней. 6 мл Жанну и Шель. Такой оттенок. Номер это 154. Он такой розово-бежевый с розовыми блестками. Как перламутровый он идет. То есть все 3 лака у меня здесь перламутровые. 4 даже. Там еще один у меня в покупках был тоже. Так. Вот такой вот оттенок. Так он выглядит на ромашке. Ну, лаки по стойкости обычные. Проблематично наносится, но не пузырит. То есть немного разводами в 2 слоя более или менее. Долго нужно ждать, пока он высохнет. Если с покрытием верхним, то еще как-то более-менее. Может, наверное, быстро. У меня вот без покрытия верхнего, у меня были такие условия без нижнего, без верхнего красила. Я вот этот лак и вот этот вот, вот эти два. У меня они продержались 3 дня. В принципе, нормальная для них стойкость. Ну да, не 3, наверное, 2 дня все-таки. Потом пошли с колом, но 3 дня, наверное, хватит их. Следующий, второй, третий, да, второй оттеночек. Это у меня вот такой вот уже. Он смотрится более благородный. Не скажешь, что это дешевый какой-то лак за 19 рублей. Мне очень понравился. Такой он бордовый оттенок с блестками золотыми. Тоже Jean-Michel 6 мл. 180, то есть номер 180. Вместе хотела вот эти лаки использовать, но они немножко друг другу не подходят. Я думаю, что все-таки буду их использовать отдельно. Этот лак смотрится более красиво. Вот, и здесь он у меня на ромашке нанесен в один слой. То есть, в принципе, вот этот лак, он за счет своего вот этого вот покрытия, он очень ровно ложится из первого слоя. Но лучше, конечно, в два слоя наносить, чтобы дольше держался маникюр. Но и в один, как видите, можно нанести довольно неплохо. Так, и следующий, последний лак, которым я пока не пользовалась. Это вот такой вот серебристый, черный графитовый такой цвет. Тоже перламутровый. Это номер 275. Такой лак. Кисточку еще хотела показать. Она здесь самая обычная. Но, в принципе, удобная, не очень короткая. Такая кисточка. И лак этот тоже плотно наносится, хорошо плотно наносится в один слой, как и предыдущий. Выглядит он на ромашке вот так. Такие лаки, ну, они как, взяла их для баловства. Если как-то будет что-то разнообразие захочется, можно и такими попробовать попользоваться. Я уже брала Роя, которые мне не понравились. Но за такие деньги можно и эти лаки попробовать. Не очень довольна осталась вот качеством вот этого лака. Первого самого. Вот этот вот лак мне понравился по качеству, по нанесению намного больше. И последний лак, который я купила в магазине iLike, в котором я приобрела блеск и дезодорант. Это уже более дорогой лак. Здесь у нас в том было лаки 6 мл, здесь 7 мл. Решила попробовать вот такую вот марку Limoni. Limoni. Не знаю даже, как это правильно читать. В общем, до 16-го года годен. Оттенок 793. Еще вот так я покажу. Очень красивый цвет. Такой он розово-сиреневый. Взяла его как на повседневность. Да и просто красиво. Смотрится на загорелых руках красиво. Здесь маленький объем. Стоил он 100 рублей этот лак. Удобно прорезиненная здесь такая вот кисточка. Вот эта штучка. Очень удобная в руках лежит. И сама тоже она маленькая, но ей удобно наносить. В один слой уже этот лак дает хорошее покрытие. И у меня он на ромашке нанесен в один слой. Вот так вот смотрится в один слой. Его покрытие шершавое. Он как будто бы песочный вроде бы, есть такой лак вот с эффектом. Вот он похож на это. И на руках у меня сейчас он, только правда накрасила, не могу сказать про стойкость, в два слоя и с верхним покрытием. Смотрю, как будет носиться. Ну, надеюсь, что это не два-три хотя бы. В общем, вот такой вот красивый нежный розово-сиреневый оттенок. С эффектом он и с блестками, и с металликом он смотрится. То есть он даже как голографик он смотрится. Очень богатый, красивый цвет. Мне понравился. И такой он как ненавязчивый, повседневный. То есть я его взяла, возможно, ходить с ним на работу или как-то. Ну, не только летом, естественно, а вообще просто как на повседневность. Так, и покупки это были из косметики все. Следующая, как вы уже, наверное, заметили, покрасила волосы. Это не черный цвет. Вот если у меня кофта черная. Это темно-коричневый. Это был как шоколадный. Сейчас я вам покажу упаковку и скажу, как красилось. В принципе, результатом я осталась довольна. Я хотела покраситься давно-давно в парикмахерской. Уже мужа денег попросила. Я вообще отложила тысячу рублей примерно, чтобы там покрасить, все сделать и так далее. У меня было, это как один вариант. Второй вариант у меня был. Сестра у меня парикмахер. Могла она меня бесплатно просто купить любую краску в магазине, она бы меня покрасила. Но к ней нужно ехать далеко в другой район. А с ребенком это не очень удобно. И я взяла другой вариант. Я пришла к маме, и мама как раз покрасилась, ну, наверное, месяца три или четыре назад краской. Сказала, что хорошая краска. У нее лежал еще один пакетик. И я тоже решилась, покрасилась такой же цвет, как у мамы. Но вышло немного по-другому. Вот. Посмотрите, какая-то краска. Я, конечно, не очень люблю такие продукты. Это у нас краска, наверное, аюрведическая. Можно так, если назвать этот продукт. В общем, так она выглядит. Хербалс. Вот такое слово дальше идет. Травяная краска для волос. Это у меня не краска какая-то вредная для волос. Она именно травяная идет. Оттенок каштановый. Она создана на основе хны, целебных трав и растений. Не содержит пероксид и не содержит аммиак. Вот здесь написано дальше все, как она влияет на волосы. То есть, хорошо. У меня были волосы не окрашены. На неокрашенные волосы у меня, в принципе, неплохой результат. Конечно, здесь немножко у корней у меня светлее, чем на кончиках. Но, в принципе, мне понравился этот цвет. Закрасилась моя седина, которая у меня была, естественно. Появился блеск. Как-то более стал у меня вид более представительный. Потому что скоро уже через пару-тройку месяцев мне идти на работу. Поэтому я уже все-таки готовлюсь. Думаю, эту краску я повторю. Цена у нее была 70 рублей. И держала я ее час. То есть, у меня мама держала 2 часа. Это очень долго. Здесь написано от получаса до часа держать. Держала час. И получился неплохой эффект. Потом я воспользовалась шампунем. И высушила волосы феном. И все как обычно. То есть, в принципе, мне краска эта понравилась. Буду ее повторять. Еще раз покажу, как выглядит, если кому-то нужно пакетик ее. Так, по поводу окраски. По поводу покупок это все. Дальше у меня идут покупки одежды, как я вам обещала показать. И в конце видео то, чем я воспользовалась. Мой макияж. Вообще, по поводу одежды. Хотела сказать, что мы попали в модис магазин. И в котором я покупала лаки. Но это было раньше. Потом мы еще с мужем и с ребенком решили сходить. И накупили на всю семью кучу одежды. На очень небольшую сумму. То есть, муж купил себе там приличное количество гардероба. Сыну мы купили несколько вещей. И мне. Какие вещи, которые мне, я вам хотела показать эти вещи. Точну я с того, чего я давно хотела. Это шортики летние. Приобрела я себе вот такие вот яркого, такого зеленого цвета. Всего лишь за 300 рублей. Мне они очень хорошо идут, эти шорты. Именно этот фасон я померила. В магазине 46 размер. У меня оказалось мало. И взяла я себе просто на размер больше. Потому что была жутко большая очередь. Просто огромное количество народа в магазине. Потому что за 300 рублей очень неплохие шорты. Вот здесь такая регулировка идет. Здесь завязывается на бантик. И вот такие вот шортики. Такого зеленого цвета. Яркого. Здесь идут еще карманчики. Это не обманки. А на самом деле все это карманы. Прошито все более-менее нормально. Ну, размер вот Элька эта. 48. Мне эти шорты в самый раз. Они мне нравятся. Буду их носить с удовольствием. Так. И материал такой наподобий на. Очень мягкий. Вот. Покажу. Очень хороший. Следующая покупка. Это маечка. Была там такого же цвета в точности как в шорте. Но я ее не стала брать. Я взяла на контрасте. Вот такую вот маечку. Такого вот салатого травяного цвета. Наверное, в моих видео будете видеть ее потом. Вот так она на мне смотрится. В общем, это уже 52 размер по груди я брала себе. 2ХЛ. Она идет как бы подчеркивает грудь. И дальше идет как даже не резиночка. Как такая вот полосочки такие вертикальные. В общем, обычно такая маечка. Симпатичная. Мне она понравилась. И стоила на 150 рублей. То есть за такие деньги вообще просто прекрасная майка. И качество все прошито нормально. Никаких ниток нигде не торчало. Мне эта майка понравилась. Так, и последнее, что хотела показать из одежды. Еще один аксессуар. Это платье. Приобрела я себе еще вот платье вот такого вот. Там тоже было вот такого же зеленого цвета, как шорты. Платье. Вот майка. И вот такое вот платье я взяла все-таки другого цвета. Вот такого вот кобальта сине-фиолетового цвета. Такое вот оно идет на пуговках. Там еще в запасе была одна пуговица. Здесь идут карманки уже обманки. То есть это карманы-обманы. Здесь их нет на самом деле. Размер я взяла XL. Это 50. Не он в обтяг, но в принципе нормально. И вот здесь вот карманчики идут, где в районе бедер, ну чуть повыше. Они не... Нет, они тоже обманные. Или нет? Сейчас посмотрим мы сами. Нет, они уже идут обычные. То есть это не обманные карманы. И они есть в районе... Так покажу, чтобы, наверное, видно было в районе бедер. Вот. Конечно, если все это отгладить, будет другой вид. Также это при талии найдет платье. Но в талии хорошо сидит у меня. И в районе бедер оно у меня немножко великовато, но это не критично. Вот. В общем, такое вот платье. Оно довольно короткое, но такая длина, в принципе, привычная. Как удлиненная рубашечка. Платье стоило тоже 300 рублей. И последнее, что я вам хотела показать, это аксессуар, который мне нужен был для купальника. Я уже в каком-то видео показывала купальник, что приобрела. Мне нужна была бейсболка, то есть кепочка. Я приобрела себе вот такую вот кепку. Розовую с рисуночком. Стоила она 170 рублей. Тоже по распродаже. Она была 200, стоила 170. Вот так она вымонет. Я вам покажу. Планирую носить казачком вперед. Думаю, что мне нормально эта кепочка. Что мне она идет. Я надеюсь. Напишите мне в комментариях, идет или нет. Ну, вроде бы как нормально. Ну, на лето-то до пляжа дойти без разницы. Как? Но она еще симпатична. Мне понравился рисунок. То есть не чистая такая вот бордовая. Я сомневалась между этой и розовой сердечками. Но розовая сердечка была очень простая. Я взяла себе вот эту вот бордово-малиновую. Она мне еще и куртки подходит. Потому что у меня куртка такого цвета. В общем, все сразу, чтобы в одной гамме. Такие у меня были покупки. Надеюсь, вам было это интересно посмотреть. Покраска моя. И сейчас мы перейдем к тому, что я использовала в этом видео. Кую косметику. Это вот такая вот палеточка, всем известная, от Faberlic. Здесь я брала вот этот вот цвет золотистый. И вот этот вот коричневый складку наносила. Сегодня макияж. То есть для коричневых оттенков только вот эти два цвета я использовала. Без вот этого коричневого, без блеска помады. Она здесь очень пачкается. Я ее практически не использую. И без румяна. Эти два оттенка. Так, к ним я использовала карандашик для глаз. Вот такой вот из-за Иван Космик Браун. Я его уже доделываю. Скоро он у меня окажется в пустых баночках. Осталось его вот столько. Очень хороший карандаш. Без шиммера, без перламутра, без блесток. Держится долго. Практически весь день на базе, так еще дольше. Скоро пойду за заказом Ивана. Это по поводу новостей, что касается меня. Сегодня планирую его забрать. Ближайшее, завтра, послезавтра будет видео в моем заказе из Ивана. Так, что еще я использовала? Для бровей я подсмотрела у девочек. Знаю, что многие пользуются вот этим вот оттенком Maybelline Color Tattoo. Сороковым, как для бровей. Действительно, я вот здесь вот нанесла сегодня для бровей. Очень даже мне понравилось, как наносится. Вот этой вот кисточкой двухсторонней из Ивана. Наносила. Потому что этот оттенок немного для меня темноват, для всего века. Может быть, складку как-то им затемнять, но трудновато я с ними работать, потому что он кремовый. Для бровей он мне подошел хорошо. И также вот для бровей вот это вот средство я использовала, чтобы уже сам кончик бровей был более черный. Это у нас Evelyn. У меня это как раз черный оттенок. Вы, наверное, знаете, выглядит как тушь у него, кисточка. Очень хорошее средство. Мне нравится. Так. Еще осталась тушь. Тушь у меня была вот такая вот от Faberlic. Максимум роста, по-моему, она идет. Обычная щеточка, не силиконовая. Это у меня для ресниц. Ее большой недостаток. Вернее, ну как, не критичный, что она осыпается немножко. То есть, когда вы проходите, вот здесь вот у меня осыпаются, появляются черные какие-то следы. А в основном она хорошо удлиняет, делает объем. То есть, мне она очень нравится. Также с Faberlic у меня сегодня блеск для губ вот такой вот. Это номер 4478. Такой ярко-розовый. Здесь удобный спонжик. Блеска хватает часа на 2-3. И потом можно его делать более ярким, обновлять. Удобная вот такая вот гнущаяся лопаточка. В общем, блеском этим я тоже довольна. И последнее, что я вам уже покажу. У меня заканчивается этот продукт. Скоро уже будет, наверное, в пустых баночках. Это пудра, которую я использовала. Тональный крем у меня здесь сегодня из-за фраше. Крем для лица. Ну, если кому интересно, это у меня из-за Иван, который летний крем-гель. И вот пудра вот такая вот от Ева Мозаик. 0,2 оттенок опал. Сейчас очень часто я пользуюсь этой пудрой. Это мой фаворит. Когда она у меня закончится, у меня есть еще одна пара пудр, которую мне нужно немного подзакончить. А потом я, наверное, вернусь к этому же оттенку 0,2 опалу. Вот что у меня уже. То есть уже до дырочки она у меня протерта. Вот такой вот оттенок пудры. Очень классный. Он не бежевый, не желтый. Что-то между посерединке. И мне он очень нравится. Также хотела сказать, что вот сюда, вот иногда под бровь, можно использовать тоже пудру. И вообще припудривать веки. Я знаю, что многие это делают, если нет базы. Вот сегодня я так делала макияж. В принципе, неплохо получилось. Так, это все, что я хотела вам рассказать и показать на сегодня. А в дальнейшем, еще сегодня же я планирую делать заказ Фоберлик по каталогу 9. О нем будет отдельное видео. Также я пойду за заказом Эйвент. И поэтому у нас будут вот такие вот уже видео с заказами с двумя. Всем большое спасибо за внимание, за ваши лайки, за поддержку, за комментарии. Очень приятно читать. Всем огромное-огромное спасибо. У нас уже начинается летняя погода. В последнем видео я показывала дождик. Теперь у нас буквально, наверное, дня два уже солнышко светит. И сегодня я уже шла в футболки. То есть надеюсь, что скоро уже попаду опять на пляж. Светит солнце. Отличное настроение у меня. И вам желаю я тоже хорошего настроения. Удачных дней. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok